Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Ирина Караман. В начале выпуска коротко о главных тем огня. На заседании Народного собрания ГГУЗИ депутаты обсудили ряд вопросов. На территории села Копчак и Тараклийского района были обнаружены очаги распространения саранчи. 25 июня состоялось очередное заседание Народного собрания ГГУЗИ. Депутаты более часа на повышенных тонах спорили на различные темы, уходя на перерыв. В повестке числилось 8 вопросов. В начале заседания депутаты проголосовали за снятие 8 вопроса, который касался отчета управления культурой и управления по делам молодежи спорта. Депутат Николай Дудогло предложил внести в повестку вопрос об открытии в ГГУЗИ Центра подготовки спортсменов высокой квалификации. Из-за того, как ребята заканчивают спортивный интернат, в 18 лет деваться некуда. Поэтому мы хотим открыть школу для взрослых. Школа – центр подготовки спортсменов высокой квалификации. И почему поднимаем его именно через Народное собрание? Если этот вопрос пойдет через исполком, то сами понимаете, как мы потом его будем регистрировать. Поэтому прошу своих наших коллег, кто поддерживает спорт. Речь идет не только о вольной борьбе, а о всех олимпийских гидроспортах. Прошу проголосовать. За предложение проголосовало 15 депутатов. Если у нас будет такая возможность действительно открыть школу высокой спортивного места, то это, я считаю, будет хорошо для нашего региона, для наших ребят. В конце концов, этих ребят мы оставляем у нас, нашими регионами. Таким вопросом надо подходить последовательно. Здесь есть финансовая составляющая. Мы должны знать источник финансирования. Мы не можем просто сегодня на словах выделить полтора-два миллиона. Это, знаете, от меня больше, от кого-то меньше. Считаю, что с этим документом надо было создать, как быть законодательной инициативой, пройти все комиссии. Невозможно просто на заседании сказать, давайте откроем школу и делать это в завершении регламента. По мнению Николая Дудогла, если идти по пути, предложенному его коллегой Владимиром КСА, то этот проект никогда не реализуется. Только принятие сегодня коллегиальным органам, что открыть школы, поручить исполкому, разработать устав положения на этих финансирования, тогда мы сможем его зарегистрировать. Своё мнение по этому вопросу высказал первый заместитель председателя исполнительного комитета Илья Узун. Я считаю, что Николай Хромович должен быть законодательной инициативой, чтобы это мы его рассмотрим, мы его рассмотрим, а вы рассмотрите. В связи с тем, что все последние годы, много лет финансировали деньги, вкладывались и огромные деньги, сотни миллионов рублей в спорт, которые находятся в Камрате, я сейчас не говорю о Чедролунге. Чедролунга худо-бедно частным порядком или как там тоже развивается. Но было бы справедливо, мы теряем Вулканешты, было бы справедливо при условии школы высоких спортивных достижений расположить Вулканешты. Как отметил Николай Дудогло, переместить 35 спортсменов из Камрата в Вулканешты будет неэкономно. По итогу обсуждение ничем не завершилось. Большинство депутатов покинуло заседание. Мария Статова, Григорий Ставилов, Артём Топал, Новости ГРТ. До завершения переписи населения и жилищ 2024 года осталось 12 дней. Людей, которых еще не переписали, просят обратиться в Национальное бюро статистики. Передает Молдпресс, граждане могут связаться с сотрудниками бюро несколькими способами, в том числе заполнив форму на официальном сайте statistika.gov.md, позвонив по зеленой линии 0800-824, звонок бесплатный, или отправив сообщение по адресу электронной почты, предоставив информацию о домашнем адресе. Переписывают только тех людей, которые проживают в стране в течение последних 12 месяцев до 8 апреля 2024 года, или если они намерены вернуться жить в страну, в течение следующих 12 месяцев после 8 апреля 2024 года. По состоянию на конец 20 июня в рамках переписи населения и жилищ переписано около 1 млн 623 тысяч жилищ, включая занятые, вторичные и незанятые жилища и помещения, и около 2 млн 377 тысяч человек, как лица с обычным местом жительства, так и лица без обычного места жительства в Республике Молдова. Перепись населения и жилищ стартовала 8 апреля и продлится до 7 июля. Перепись проводится раз в 10 лет и является мероприятием общенационального масштаба, позволяющим получить полную демографическую картину страны. Данные, собранные в ходе переписи, предоставят информацию для разработки государственной, национальной и местной политики, необходимой для экономического и социального развития страны. По мнению жителей Молдовы, для достойного проживания в Республике Молдова необходимо иметь ежемесячную зарплату в размере не менее 17 500 леев. Таковы данные исследования проведенного CBS Research по заказу IDIS VTORL. Что по этому поводу думают жители Гагаузии, выясняла наш корреспондент. Коммунальные услуги и продукты питания. На эти статьи расходов уходит львиная доля семейного бюджета. Жители Молдовы утверждают, что не поехали бы за границу, если бы у них была ежемесячная зарплата в 17 500 леев. Таковы данные исследования проведенного CBS Research по заказу IDIS VTORL. Его результаты представил экономический эксперт Вячеслав Яуница в своей программе экономического анализа. Он отметил, что в настоящее время заработная плата, выплачиваемая в Молдове, приближается к ожиданиям населения. Среднюю зарплату в первом квартале мы оцениваем почти в 11 000 леев. В 2017 году ожидания были более чем в два раза выше. Разница между ожиданиями и реальной полученной зарплатой не такая уж и большая. Но это, к сожалению, для нас не означает, что миграция как-то остановилась. Для достойного проживания необходимо иметь заработок более 10 000 леев, отмечают жители Гагаузии. На каждого члена семьи должно быть хотя бы по, грубо говоря, 9-10 000. То есть не работающего, а на члена семьи, соответственно, на каждого ребенка. Тут уже в таком случае можно и детей чему-нибудь научить, и успеть отдохнуть, и не бояться завтрашнего дня. Чтобы зарплата была на сегодняшний день, самое меньше 5 000. Престижная, хорошая зарплата, чтобы хватало. И чтобы около 10 000, наверное, так. Я не могу сказать насчет молодежи, какие у них запросы. Возможно, у них немножко завышенные. Но для нас, для старшего возраста, наверное, 10 000. Это бы нам подошло. У меня пенсия 3 000. Спасибо им на это. Что делать? 1015, наверное, не меньше. На такие деньги еще кое-как можно прожить, а на 5 000 уже не проживешь. Ну, минимум 20 000. Потому что с услугами, с питанием и одежду. Ну, максимум 25-30, чтобы хватило. Удается ли найти такую работу вообще здесь, если даже ее хорошо поискать? Ну, очень редко. Если у кого-то хорошая, допустим, профессия, или это, да, может. 15 минимум. Это с расчетом на какие? Ну, это с расчета среднее хотя бы, чтобы на проживание хватило. На услуги, на оплату с услуг, на питание, и кое-как, чтобы протянуть. Ну, хотя бы 10. Хотя бы 10. Ну, для того, чтобы хватило, мне кажется, нужно... Ну, если для Молдовы... Ну, 15 – это мало, я скажу, что. Может, чуть-чуть побольше примерно. Где-то 20 000, я так думаю. От 10 000 выше, я думаю. В основном в Европе сейчас, в разъездах, я очень мало провожу в Молдове. Так только родители поведают, и все так, что я не особо знаю, какая еще сумма, какие что уходит. В Европе все-таки более достойные заработные платы? Да. Более достойные. На месте куда стремиться? Ну, как минимум, ехать туда, наверное, и работать. Иначе никак, я считаю. Потому что здесь у нас тут работать тяжело. Не отложить ничего. Люди выживают практически, они зарабатывают что-то. По статистическим данным, среднемесячная заработная плата в первом квартале этого года составила более 13,1 тысячи леев. В бюджетном секторе она составила около 11 300 леев. А в реальном секторе средняя зарплата составила более 13 тысяч леев. Алена Терзи, Людмила Новак, Вячеслав Ксамария Казаку. ГРТ Новости. В сентябре этого года в школах Молдовы могут быть установлены правила использования мобильных телефонов. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун в программе «Десчифрат». Отметив, что это не запрет, а создание регламента. Напомним, ранее Министерство образования провело опрос среди учеников, родителей и учителей об использовании мобильных телефонов во время уроков. В опросе приняли участие почти 13 тысяч человек. Из них 78% поддержали введение правил, а чуть более 18% высказали за неограниченный доступ к мобильным телефонам. Как отметил Дан Перчун, данная инициатива обсуждалась с директорами нескольких школ. Власти планируют не запретить телефоны в школах, а регулировать их использование. Регламент также определит, кто будет отвечать за сохранность изъятых телефонов и другие технические аспекты. На территории села Копчак и Тараклийского района были обнаружены очаги распространения саранчи. О том, какую угрозу представляют карантинные вредители, а какие меры принимаются по предотвращению их распространения, узнавал наш корреспондент Олег Дулагла. Первые сообщения о распространении саранчи на стыке между селами Копчак и Кайраклий появились еще несколько дней назад. Инспекторами Анса, выехавши на места очага саранчи для обследования, было обнаружено распространение вредителя на сельскохозяйственные посевы. Главный инспектор Анса Ольга Мош рассказала, что в ходе обследования был установлен радиус распространения саранчи. По словам инспектора, опрыскивание полей и лесополос ведется круглые сутки, чтобы не допустить дальнейшее распространение саранчи. По радиусу сегодня ночью обработали полностью, чтобы закрыть в круг, чтобы не дать ей дальше идти. Обработали лесополосы. Сложность заключается в том, что работать лесополосы дронами просто невозможно, никакой больше техники нет. Поэтому с двух сторон работали виноградными опрыскивателями. Сейчас у нас воскресенье, значит, обработки продолжаются. Мы приехали, мы опять обследуем ту площадь, которая уже была обработана. Главный инспектор Анса Ольга Мош пояснила, что привело к вспышке распространения саранчи и какую угрозу несут вредители. У нас прошлый год засушливый был. Этот год температуры высокие, но были и осадки. И вот это послужило причиной вот этой вспышки. Мигрирует она, если мы возьмем личинок 3-4 возраста, то это 5-10 метров в минуту. Они пропрыгивают. Это наглядный вредитель. И в сады может, и на виноградники, и на пропашные культуры. Сельхозпроизводитель села Копчак Валентин Ангельчев рассказал, что распространение вредителя на посевах территории села Копчак составляет более 600 гектаров. Сейчас уже поражено по вчерашнему объезду по Копчаку где-то 630-650 гектаров и в Кайриклее где-то 600 гектаров. То есть 1200 гектаров с хвостиком уже имеем поражение. Вчера начались обработки везде практически. Думаем, что в течение 2-3 дней закроют все обработки и Кайриклея, и Копчак. Поражены в основном, давайте так, есть ячмень, есть подсолнух и есть сорга. Есть на пшеницах, но уже их надо убирать. Агроном по защите растений колхоза Победа села Копчак Сидор Копущу рассказал, какие препараты используют для борьбы с саранчой. Ростов делаем для уничтожения саранчи, инсекципт, два препарата, двухкомпонентные. Второй день присвоим и еще два дня надо будет. Лесополос прошли уже три, сегодня пройдем еще три, может четыре, посмотрим по погоде. К решению данной проблемы подключилось и управление сельского хозяйства Гагрузии. Специалист АПК Гагрузии Татьяна Славиогла отметила, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы как можно скорее устранить очаги саранчи. Сегодня пострадало от нашествия саранчи порядка 7-8 предприятий. На данный момент она движется, поэтому точную площадь пока уточняем, но это порядка 650-750 гектар. Будем помогать всевозможно. Сейчас нужно локализовать данный очаг. То есть рекомендовано сделать обработки по периметру, взять данную особь в периметр, дальше будем работать. Я думаю, что удастся все-таки локализовать и мы победим данный вид вредителя. Общее распространение саранчи по селу Копчак и Тараклийскому району составляет примерно 1200 гектаров. Как сообщили инспектора Анса, работы на полях еще продолжаются, чтобы предотвратить дальнейшее распространение саранчи. Олег Дулогло, Леонид Афанус, ГФТ Новости. Национальное агентство общественного здоровья призвало родителей вакцинировать детей от кори. С начала текущего года это заболевание затронуло более 130 человек в Молдове. Согласно данным, нацагентство наибольшее количество случаев, а именно 57, зафиксировано в Кишиневе. Еще 50 случаев среди детей от 2 до 19 лет подтверждены в Сен-Жирейском районе. Все заболевшие не были привиты от кори. В агентстве отметили, что корь очень заразная вирусная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям. Специфического лечения от нее не существует, поэтому лучший вариант защититься от кори – это вакцинация. Вакцинация от кори в Молдове проводится бесплатно детям в возрасте 1 года 6-7 лет и 15-16 лет. В случае, если ребенок не был привит вовремя, ему проведут вакцинацию по индивидуальному графику. Жители села Джалтай отпраздновали храмовый праздник в честь Святой Троицы. В этот день жители не только почтили духовные традиции, но и с гордостью вспомнили об истории своего села, его достижениях и о людях. Празднование храма села Джалтай стало важным событием. Для жителей села я ознаменовала 218-летие населенного пункта с момента его основания в 1806 году. Первая церковь, названная в честь праздника Святой Троицы, здесь была построена в 1862 году. В этот раз праздничные мероприятия развернулись на центральной площади села, где собрались жители, чтобы окунуться в атмосферу праздника, музыки и единства. Официальную часть торжества открыл примарь села Джалтай Илья Кашулинский. В своей речи он выразил поздравления односельчанам, пожелав им здоровья, мира и добра. В этом году нашему селу исполняется 218 лет. Хочу пожелать нашим односельчанам здоровья, мира, добра, благополучия вашим семьям, успехов во всех начинаниях. Нашему селу пожелать единства, взаимопонимания, развития и процветания. Депутат парламента Молдовы от Гагаузи Александр Суходольский отметил красоту и самобытность Джалтая. Он также пожелал дальнейшего процветания селу. От всей души поздравляю вас с храмовым праздником, с нашим православным праздником Святой Троицы. И желаю вам, чтобы Господь Бог хранил всех вас, каждую вашу семью, каждый ваш дом, чтобы он был наполнен светом и благодатью. Чтобы замечательное село Джалтай и дальше развивалось и являлось гордостью нашей родной Гагаузской автономии. У вас замечательные люди, у вас очень хорошая сплоченная команда внутри вашего села. Хотим вас поздравить с этим прекрасным праздником, с храмовым праздником. Ведь на самом деле это глубокий есть смысл в этом. Это наша история, это история наших предков, которые пронесли наши культуры сквозь два столетия. И мы, Гагаузы, не потеряли свою идентичность. Праздничный день украсили выступления местных музыкальных и танцевальных коллективов. Атмосферу теплоты создали традиционные танцы и песни. Завершением праздника стали народные гуляния, угощения и праздничный салют. Торжественно отметили храмовый праздник в честь Святой Троицы и в селе Дизгинжа. В этом году село исполнилось 212 лет. Жители и гости села подчеркнули важность духовных ценностей, веры и традиций. История нашего села начинается с истории образования нашей церкви. Как открылась церковь в 1812 году, так и почет рождения нашего села тоже идет с этой даты. 212 лет в этом году исполнилось нашему населенному пункту. Я горжусь тем, что вокруг нас есть много добрых, отзывчивых односельчан, которые помогают в трудную минуту. Со словами поздравлений к сельчанам обратился депутат Народного собрания Гагаузия Николай Рая. Он поздравил жителей села с праздником и пожелал им крепкого здоровья. Желаю всем семьям благополучия, мира, взаимопонимания, чтобы мы всегда были вместе, дружны и также встречались на каждом празднике. Сегодня наш основной праздник, потому что не было бы этого дня, не было бы ни других праздников. Сегодня основание не только церкви, но и основание нашей детской жизни. На главной сцене села для жителей организовали праздничную концертную программу и народные гуляния. Дорой Кизли, Вячеслав Кысай, Ирина Резунец, Новости ГРТ. И о погоде в завершении нашего выпуска. В Гагаузии ожидается ясная погода. Ветер от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха. В Камраде днем составит 29 градусов тепла, ночью плюс 16. В Ичадры-Лунге днем плюс 28, ночью 16 градусов выше нуля. В Вулканештах днем плюс 29, ночью плюс 17. А на этом мы с вами прощаемся. Смотрите и читайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook, Telegram и на YouTube каналах. Делитесь с нами интересной информацией. Фото и видео вы можете отправлять нам по электронной почте. grt.efir.mail.ru Мы желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова